А как понять, какой самый дорогой знак здесь из всего? То есть, самый интересный. Угадай, что это? О боже, я знаю, что это. Что? Это распространение. Штутка мопр. Такое состояние, конечно, убитое. Ну, сейчас серебро растет. Сихаила канал. Привет. Привет. Отмечу. Привет. Давненько не виделись. Я занимался каналом, занимался его названием. Как видите, название канала поменялось, так что не потеряйте меня в поиске. Фартовый коллекционер. В будущем будет много разных классных конкурсов и интересных розыгрышей. А в этом видео я сходил на встречу коллекционеров. И угадайте, кого я там встретил. Конечно же, блогеров. Вот такое место встречи всех блогеров. В слет коллекционеров в Харькове каждое воскресенье. Как это было, смотрите в этом видео. Добрался на вот таком вот самокате. Здесь у нас проходят встречи коллекционеров. Клуб Жара. В парке. В парке. Бывший парк Артема. Ссылочка будет на адрес в описании. Ну что ж, поехали, посмотрим, что там есть. Встречи клуба коллекционеров можно встретить, конечно, и монеты, жетоны. Ну и, конечно же, монеты Украины. И тут внезапно вот такая интересная разновидность 2GAM. В чем особенность конкретно этой монеты? Мы можем как ее легко определить? У нас, вот я покажу сейчас, под буквой П. Боже, потерял монету. Под буквой П вот это у нас точечка, наша ягодка Калины. Ну, это мы определяем только по реверсу, эту разновидность. Продать такую монетку можно на сайте Виолити. Здесь я регулярно выставляю, продаю свои монеты, которые я нахожу в обороте. Также, если что-то очень редко и интересное, я приобретаю для своей коллекции. Ссылочку на сайте я оставлю в описании. Также будет ссылка на YouTube-канал. Там будет скоро очень-очень интересный конкурс. Так что, обязательно подпишитесь. Такая монета продавалась на аукционе где-то, ну, в районе 550-600, до 700 гривен доходила. Сейчас, понятное дело, рынок монет Украины немножко упал. И данная монетка, ну, от 400 гривен, может быть, в зависимости еще от состояния. Так что, вы можете ее найти у себя. Кстати, у меня есть обзор на эту монетку. Сейчас вылезет подсказочка. Можете ее посмотреть. В четвертой и восьмой гроздях черенок просто отсутствует. Таких монет найдено не так и много. Вот, смотрите, давайте посчитаем. Вообще, здесь, как видите, много разных монет. Жетонов, жетонов, особенно Харьковского метрополитена. Очень здорово. Значки тяжеленькие. А что это за значки, которые мы с людьми? Это у нас какие-то космонавты, Гагарин, этих я не знаю. А как понять, какой самый дорогой знак здесь из всего? То есть, самый интересный. Которые давались очень узко нишевые, да? Вот этот вот интересный, потому что он номерной идет. Ага. То есть, с другой стороны идет, сейчас, наверное, мы не увидим, там идет номер какой-то, да? За что он давался? Отличник второй степени? За повторную, за сдачу этого с отличием. Ага. И сколько такой стоит? 500 гривен. 500 гривен. А какой по второй, по крутости, здесь значок? Что, мне кажется, что вот этот? Да, да, вот этот. Да, он такой тяжеленький, сзади, видите, какая-то закрутка. Угу. Видни на носит. Тоже. На украинском языке, кстати, да? И сколько такой антреорочный? 450. Чуть-чуть дешевле. Класс, класс. Вот теперь вы понимаете, да, как визуально понять. Если номерной значок, тяжеленький, плюс какая-то узкая тема, да? Если, например, какая-то узкая нишевая, там, за что-то конкретное, да? Да. За обучение. А что еще третий какой-то самый топе? Что-то, тут вообще какой-то снеговик. Это ГДР. Ага. Стоп, если, например, переможец области, чемпион области. По-почем? А спорт конкретно? Гандбол, да? Тут у нас это все разные, получается, виды спорта. Бег. Гандбол, байбар. А сейчас такие выдаются, интересно, значки? Только тогда выдавали по факту. Слушайте, ребята, если кому надо будет такое приобрести, пишите в комментариях, вам ответит собственник, можно сказать, за этих значков. Так, по монетам Украины еще мы видим здесь Керчи. Довольно интересно. Вот это с ними значок. Ага. Вот такой значок. А что, расскажи про него? Это за оборону Приднестровья официальный. Знак в 1994 году награждали. Ага. Тут видите, ленинградский монетный двор изготавливали. Никакого ценника на значке нету. То есть он... Ну, это государственная награда. Да, государственная награда. И сколько такое стоит? Отдельно у тебя лежит? 300 гривен. На таком. Вот, класс. Смотрите, какая прикольная. Браслет нарисовываем. Вот, Асканинова. Хорошая тоже монетка. Приятно. Еще с охраной более-менее приятный. Полтава, кстати, дорогие монеты Украины. Вот такие с городами. Главное, хорошее состояние, чтобы не потерто само поле монета было. А почему у тебя Полтава? Полтава 300 гривен торг есть. Еще и поторговаться можно. Класс. А это что такое за значок? МОПР. 1918 год. Что такое МОПР? Международная организация помощи борцам революции. Ага, без каких-то он этих... А сколько такой стоит значок? 400 гривен. Класс, класс. У полтинничек. Конечно, он больше как серебро, наверное, да? Чтобы затерто. А по чем они сейчас идут? 300 гривен. 300 гривен. А рубль такой тоже в таком состоянии? 500-600. У меня, кстати, есть такой рубль. Сейчас покажу. Смотри, Леша, я купил сегодня на барахолке. Пусть попробуй догадать, что это. Угадай, что это. О, боже, я знаю, что это. Что? Это расправляться с врагами. Думай, Леша. С врагами, которые пишут тебе дурные письма. Ну, вскрывать письма. А вот я тоже купил, как вскрывать письма. Нет. Леша, ну здесь же сыр нарисован. Ты накалывать сыр. Накалывать сыр? Ну, класс. Все. Значит, а письма им не вскрыть никак, да? Нет, можно и письма вскрыть. Можно есть сыр. Вены, если сильно постараться. Что еще? И у нас Михаила канал. Привет. Привет. Отмечу. Хотел сегодня показать Михаила Кравчук. Вообще, в чем особенность именно этой монеты? Тиражи украинской юбилейки довольно большие. А здесь тираж 15 тысяч. То есть, особенность монетки. То есть, это серия пиджаки. А сколько сейчас набирается она? Я думаю, где-то гринь 400, может 500. Обалдеть. То есть, в принципе, для тех, кто собирает юбилейку и тех, кто закрывает определенную тему, либо собирает. Я бы рекомендовал вообще, когда на роликах, собирать с маленьким тиражом. То есть, выкупить все ее монеты, у которых тираж 15, 20, 25 тысяч. И, в принципе, положить обязательно по одной монетке таких маленьких тиражей. То есть, не важно, что там даже тема здесь совсем ваша, но если нумизматика, и, надеюсь, нумизматика будет расти, то в любом случае монеты с маленькими тиражами, они будут пользоваться спросом. Очень часто спрашивают, стоит ли взять, допустим, подборку, коллекция за год, или, допустим, выборочно какие-то монеты. Мое мнение абсолютно такое же, как мы только что обсуждали, что лучше из этого года выбрать монеты, которые, допустим, с меньшим тиражом, более редкие, и взять их несколько штук, чем взять, ну, брать... Полностью, которую потом вы просто никуда не денете. Да, потом ничего, они ничего не будут это. То есть, люди почему-то, очень часто, у них мнение, что если коллекции целой, то будет больше. Ничего подобного. То есть, лучше, правильно, вот, как говорит Алексей, выбирайте монеты с умом и берите лучше несколько монет с меньшим тиражом, чем все подряд. Ну, это лично в моем мнении. Классно. Я, допустим, не знал про это. То, что есть пиджаки с таким тиражом. Кстати, очень мало каналов, кто раскрывает тему юбилейных монет, к сожалению. Ребята, кто смотрит, кому тема интересна, можно про каждую монету, мне кажется, рассказать безумную большую историю, да? Что, кто, что человек сделал, насколько он вам важен в истории Украины. Ну, безусловно, потому что, когда ты изучаешь монету, ты также изучаешь личность или какое-то событие, это все равно развивает твой кругозор. Поэтому через собирательство монет вы таким образом пополняете багаж своих знаний, поэтому, безусловно, это интересно. Ух ты, вот что я купил, ребята, пока. Круто. Вот это да. Блогин. Прикинь, Украина. Так я не видел такого. Я тоже. Реально не видел. Вы десятки взяли уже новые? Да. Ах ты, да. Да. Я всегда честно говорю. А что, тут еще ни у кого нет? Нет. Боже, мы в клубе коллекционеров, в котором нет монет. Миш, ты своей чистостью. Все портал. А хотел поторговаться, наверное, за соты. Что тебе еще интересно? Что еще? Достал парочку еще серебряная и двушка. Перегузная. Человек попросил принести, и я пока не вижу, правда, его здесь. У меня, кстати, нет. Да, не редкая монета. То есть, ну, единственное, что приятная серия, флорофауна у нас, животные. То есть, это серия, которая пользуется довольно большим спросом, ну, тех, кто не коллекционирует. То есть, такие монеты, если вы покупаете себе, собираете полностью, их можно будет даже продать просто там девочкам, подарить кому-то еще, то есть, мамам. Потому что они красивые, там какие-то животные, там эти все, как говорится, там, верлы. Ну, очень востребованы. Да, ну, просто приятная тема, которая не узко специализирована на конкретно, знаешь, там, в чем-то, более широкое. То есть, даже вот тот случай, когда вроде тиражи большие, но, в принципе, стоит брать. Да, если она красивая еще. Я очень еще люблю, когда монета в блистере идет, потому что, ну, я часто говорю, что это еще как документ. Паспорт монеты, я понял. Поэтому и количество блистеров, оно же меньше получается. То есть, у тебя, если монета в блистере, то у тебя, как бы, ну, пытаешься выиграть, грубо говоря, тиражом, то, что блистере 15-20 тысяч в среднем. Пол тиража, там, где-то. В зависимости еще, знаешь, как люди собирают. Бывает, люди собирают в планшетку, и ему блистер неудобно. И оно в планшете очень круто смотрится. Да, для блистеров, как бы, ничего не придумано. Пока, к сожалению. Мы стоим, пока стоим. Саша скупает сейчас все на проколке, значки, монеты. Где он, где он? Где-то пошел закупиться пошел. Сегара интересная. Просто 300. Количество блогеров просто зашкаливает. На квадратном месте. Рубчик, который я принесу сегодня. Показать или поменяться на что-то? Ну, ничего ни с кем не поменялся. Такое состояние, конечно, убитое. Ну, сейчас серебро растет. Серебро в приятной цене. Покажи, кто там. Гурт. Две звезды. И что, это подороже или подешевле? Нет. Две звезды, я не важно. И сколько по каталогу такой? 40 баксов, но сейчас реально это где-то баксов 30, понял? Ну, 30 баксов. Даже 20 вот так будет. 40 это в хорошем состоянии. Понятно, понятно. 300 гривен такой. Ну, это 250 всего лишь брать. На дачу поставить, чтобы до декора, я думаю. Или что-то другое еще. Посмотрю сейчас. Одесса. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Поделитесь, пожалуйста, им с друзьями. Поставьте лайк, если вам понравился такой формат. И подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Всем пока. Пока.